Всем привет, меня зовут Александр Лютиков и мы с вами на первом за почти два года крупном турнире по ММА в Дагестане. Это правда стоит увидеть. Теперь поехали на такси из Махачкалы в Каспийск. Большие российские промоушены приходят в Дагестан редко. М1 здесь видели один раз в 2009 году, ACB один раз в 2017, Fight Nights пять раз в 2015-2017 годах. Местная публика привыкла смотреть ММА вживую на незаметных самодельных крафтовых турнирах. Абдулманаб Нурмагомедов, например, когда-то был промоутером Цумада Fighting Championship и там дрался его сын Хабиб. Сейчас в Дагестан пришел промоушен, который еще полгода назад назывался «Битвой на Волге». Но потом битва поменяла название на «Горилла Fighting Championship» в честь энергетического напитка. Общий спонсор породнил промоушен с командой Хабиба, которая тоже называется «Горилла». И не провести турнир в Дагестане было нельзя. Честно, я ожидал увидеть там бардак и хаос. Все-таки это дебют GFC в столь горячем регионе и были все шансы обжечься. Но на удивление все обошлось. Охраны было не очень много, но сработала она более-менее четко и не смогла справиться только с самой юной публикой. Дети с уже сломанными и дети с еще не сломанными ушами рассыпались возле клетки и, как бы их ни гоняла охрана, всегда возвращались обратно. Но это простительно. В некоторых эпизодах организаторы вообще проявили себя людьми бесстрашными. Например, к чемпиону UFC среди секундантов Эседу Эмирогаеву во время главного боя четырежды подходил сотрудник GFC с просьбой не перемещаться вокруг клетки с подсказками. И к четвертой просьбе прислушался даже такой активный секундант, как Эсед. Что интересно, до этого Эмирогаев сам помогал организаторам обеспечивать порядок. Во время одного из боев охрана никак не могла расчистить угол местного спортсмена от лишних людей. Вместо трех секундантов там находились десять. А потом пришел Эсед и очень доступно объяснил всемирным людям, что им тут находиться не положено. И угол стал выглядеть вот так. Что бросилось в глаза, организаторы не делали заметных поправок на местную специфику. Ring Girls были одеты ровно так же, как на недавнем турнире в Самаре. Немного отличалась только реклама, причем в неожиданную сторону. Например, в Самаре не было рекламы безалкогольного пива. А на турнире в Дагестане была. Но это тоже не удивляет. Та же самая марка рекламировалась даже на турнирах М1 в Ингушетии. Факса разливается тем же заводом, что и горилла. О результатах боев говорить бессмысленно дагестанцы побили 11 гостей из 12. Осечка случилась только в первом бою, где победа ушла бойцу из Чечни. Проиграли все пятеро киргизов, которые работают на стройках и в такси Петербурга, а в свободное время дерутся в ММА. Причем одному из них в ближайшие две недели надо подраться еще на двух профессиональных турнирах. Нет ощущения, что вот с вами просто, ну простите, это грубое сравнение, затыкают дыры. Вот знаете, там нужны где-то бойцы. О, кого позвать? Раньше звали бразильцев, сейчас зовут киргизов. Про нас никто не знает. Мы хотим доказать, что мы тоже хорошая команда. За неделю, за день мы принимаем иногда. Ну то есть вы показываете, что вы вообще безотказные, да? И всегда найдется человек, вот если к вам обратятся, вы всегда найдете человека, который согласится выйти на замену там даже за неделю до боя, да? Даже за один день мы найдем. Вот только что мы с шестого боя на 75, они вот за день, это много, за 12 часов мы нашли вот это. Серьезно? Да, мы приняли вот этот бой. Никто не боится вот так у нас. Боец из Прокопьевска включил для махачкалинцев и каспийцев композицию «Никто кроме нас». Китвит молодежь, слышу, ближе к елю, я ему платком подтираю, приносит их солюня. Но не получилось ни впечатлить публику, ни завести себя. Через полраунда он постучал в знак сдачи. Украинец бодро побежал в атаку на племянника Абдулманафа Нурмагомедова, но вскоре тоже сдавался. Бразилец пытался косить, утверждая, что рассек бровь о клетку, ну и так далее. Сколько было зрителей? Дворец спорта вмещает до 6 тысяч человек, на глаз было, наверное, около 4,5 тысяч. Чтобы вы могли оценить, вот трибуны в момент исполнения государственных гимнов Аргентины и России перед главным боем. В первом раунде даже была интрига, Шамилю Завурову было трудно, но потом он подмял аргентинца под себя и не выпускал до конца боя классика. Шалма, руки подними, руки подними, ты его недооцениваешь. Руки подними, свое делай, Шалма. Слови, Шамур, вали его. Вали, вали. Слови, делай. И вот после этого прорвало людям во дворце спорта, мучительно захотелось попасть в клетку и поздравить Завурова с победой. Вход охраняли 6 человек и каким-то образом они сумели отбить атаку. Тогда публика, по красивому древнему обычаю, начала просто запрыгивать в клетку. Прорваться в раздевалку к Завурову было уже сложнее. Двух юргизских бойцов увезли в больницу зашивать рассечение и вправлять нос. Кто-то из юниворов выпросил у аргентинца футболку, спрятал ее себе за пазуху и успокаивал остальных претендентов словами «Не обессуйте пацаны», что в переводе означает «Не обессудьте пацаны». «Не обессудь» спортсмены в Дагестане произносят и пишут именно так. А бразильцу, который тоже остался без футболки, объясняли, когда ему придет гонорар за бой. Если вам это интересно, скоро придет. В общем, все закончилось неплохо. Статистика местных звезд стала еще ослепительнее. У двоюродного брата Хабиба Умара Нурмагабедова теперь 10-0. У троюродного Шамиля Заурова 35-6. У спарринг-партнера Сайгиды Изагахмаева 15-1. Так что свое главное предназначение турнир в Каспийске, несомненно, выполнил. На этом все. Меня зовут Александр Лютиков. В Дагестане я провел почти неделю и за это время отснял много материала. Подпишитесь, скоро все будет на канале. Анонсы новых видео я также публикую в своем инстаграме. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok